Детских садов в Актубе более ста. Около половины из них это частные дошкольные организации. Они строились по принципу государственно-частного партнерства. В таких учреждениях возмещение частей средств на воспитание малышей берет на себя государство. При этом, несмотря на то, что такая форма сотрудничества взаимовыгодная, частники находят проблемные моменты. Один из них это формирование списков детей, получивших направление в детсады. К их составлению, как правило, власти приступают летом, тогда как часть детей, достигших 6-летнего возраста, покидают детсады уже в мае. В итоге, несколько месяцев частные дошкольные организации испытывают острый недобор. Детки выпускаются в мае, в июне месяце. То есть у нас уже должно быть определенное количество детей, потому что вы сами знаете, что государство нам оплачивает за ребенка. И чтобы не было у нас простоев, чтобы мы знали, какое количество детей будет посещать наши детские сады в следующем. То есть это просто идет сейчас планирование. Планирование получается, уже мы хотим сейчас обсудить этот вопрос, чтобы оно уже было заложено с мая месяца. Озвученную на сегодняшней встрече в палате предпринимателей проблему, как надеются бизнесмены, власти возьмут на заметку. И пойдут им навстречу, заранее выделив направление малышам до выпуска 6-леток. В то же время на встрече прокомментировали вопрос повышения цены за питание детей в частных детсадах на 100 тенге. Теперь она составляет 500 тенге в день. Представители Ассоциации частных дошкольных учреждений отмечают, что вопрос был согласован с соответствующими органами. И назвали это вынужденной мерой. Акмарал Майкузова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».